МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня понедельник, и самое время подвести итоги дня. Я и мои коллеги уже готовы рассказать о самом важном и интересном. В студии Андрей Фадеев. Смотрите сегодня. Мусорный беспредел. Горожане грубо нарушают правила утилизации отходов. Поймать за руку жителей практически невозможно. Нужные и полезные консультации, где в Березняках можно получить советы от лучших экспертов в городе, не выходя из дома. Этот проект единственный в Фермском крае. И назад в прошлое, чем удивила березняковцев ночь в музее. Ну, вообще мне это очень нравится. В эти выходные телефон нашей редакции накалился до предела. Звонили жители разных районов города, и все с одной и той же проблемой. Горожанам надоело каждый день видеть горы хлама около мусорных контейнеров. На нашу почту неравнодушные жители прислали видеоподтверждение своих слов. Кресло, диван, два унитаза. Такому ассорте из мусора не место на контейнерной площадке. Но, видимо, не все горожане в курсе. Управляющая компания призывает жителей города не нарушать правила утилизации отходов. Крупногабаритный мусор, диваны, стулья, мебель, сантехническое оборудование – это не является твердыми коммунальными отходами. И заботиться об утилизации данного мусора, так скажем, жители должны самостоятельно. А не устраивать несанкционированные свалки на территории домов и города в целом. Если вы стали свидетелями подобного нецивилизованного поведения, снимайте все это на видео и присылайте к нам на электронную почту. Адрес tnt.news.sobacamail.ru Проявите свою гражданскую активность. Выбрасывая крупногабаритный мусор в контейнеры или складывая рядом, горожане рискуют схлопотать штраф от полутора тысяч рублей. Мебель, строительные отходы, старая сантехника и прочее должны вывозиться силами самих горожан на городской полигон ТБО. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы стали свидетелем необычных событий, смело становитесь нашим мобильным репортером и выигрывайте ценные призы. Присылайте на нашу почту интересное видео или сообщайте новости по телефону 43-17-11. Лучшего мобильного репортера мы выберем уже в эту пятницу. Именно он получит один из сертификатов на роллы и пиццу. Или станет счастливым обладателем фирменной футболки от нашего телеканала. Рубрика «Автохам» продолжает свою работу. Пока следующая серия готовится к эфиру, вы можете отправлять видео хамского поведения на дорогах в нашу группу ВКонтакте или же на электронную почту. Все в наших руках. Телеканал ТНТ «Березняки» предлагает сделать город безопаснее. Рубрика «Автохам» вновь в эфире нашего телеканала. Если вас подрезали, вы увидели пьяного за рулем, а вдруг пешеходы бросились под ваш автомобиль или лихач проскочил на красный, присылайте это видео в редакцию. Записи с грубыми нарушениями мы обязательно покажем в сюжете и отправим сотрудникам ДПС. А пока сами горожане подсказывают, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в «Березняках». Я знаю, что чаще пешеходы в неположенных местах много проходят. Скоростной режим, не пропускают, может быть, пешеходов. Переходят в неположенном для этого месте. Мне кажется, это наиболее актуальное нарушение. Нарушают, я думаю, ремень безопасности, в большинстве в основном, и обгону. У вас довольно-таки аккуратно в городе ездят пешеходы, ну, соблюдают в основном. Ну, бывает, перебегают в неположенных местах. Больше не уступают дорогу и подрезают. Чаще всего, по мнению горожан, проказничают пешеходы. Но кто же, как ни сотрудники ДПС, могут официально заявить о самых частых нарушениях ПДД? Самые частые нарушения в городе – это приезд на красный сигнал светофора. Водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. И также сами пешеходы переходят дорогу в неположенных местах. А призывают не нарушать правила дорожного движения и быть взаимовежливым на дороге. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Смекалистый березняковец вывез с предприятия лаки и краски на 3,5 миллиона рублей. Помог в краже человек, чья работа охранять имущество. Примечательно, что пособником в преступлении была девушка. Современные Бонни и Клайд уже предстали перед судом. Сотрудник строительной фирмы вывез целый грузовик с лакокрасочными материалами на 3,5 миллиона рублей. Это не удалось бы сделать без помощи девушки-охранника, которая пропустила грузовую машину с награбленным. Но вскоре они были задержаны сотрудниками полиции, а украденное возвращено фирме. В итоге одного суд признал виновным в хищении имущества на предприятии в особо крупном размере, второго в пособничестве. Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девушке-охраннику судья дал два года лишения свободы условно и штраф в 150 тысяч рублей. На приговор поступила апелляционная жалоба от подсудимого, который посчитал за кражу в особо крупном размере три года лишения свободы слишком суровым наказанием. А вы знаете свои права? Тогда мы идем к вам. Всероссийский правовой диктант прошел и в Березняках. В минувшие выходные горожане воспользовались уникальным шансом, узнали свои белые пятна в законах. Возможно ли зарегистрировать в качестве отца ребенка ее нового партнера? Ответы. А. Да. Всероссийский правовой диктант показывает, разбираются ли люди в законах. Участники необычного диктанта заполняют тесты, отвечая на вопросы о финансах, здоровье, безопасности, социальной и личной сферах. Мероприятие проходит ежегодно. В минувшие выходные желающих поучаствовать нашлось не более 20 человек. Неудивительно, всероссийская статистика твердит, лишь 26% граждан хотя бы раз в жизни обращались за консультацией к юристам. Неграмотность населения приводит к финансовым убыткам, потере времени и здоровья. А проведение правовых диктантов помогает желающим найти белые пятна в знаниях законов. Каждый человек получит карту правового здоровья. То есть понимать, где он владеет какой-то знанием правовым, а в каких вопросах он не владеет, где ему надо подучиться. И самое главное, весь сбор, анализ этого всего пройдет еще и к нашу правовой власть. После проверки тестов, на это уйдет 10 дней, организаторы подведут итоги, о которых мы обязательно расскажем. По опыту прошлых лет, россияне менее подкованы в финансовой и социальной сферах. В Березняках же тестирование прошло впервые, но станет доброй традицией, уверяют организаторы. Тем временем у пользователей сайта ББ-59 есть возможность получить бесплатные онлайн-консультации. Ответят на вопросы горожан, адвокаты, сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств. Этой весной рубрика отмечает свое пятилетие. За это время она помогла тысячам людей со всего Прикамья. Поступил вопрос от Дамира о постановке диагноза умственной отсталости ребенку. Правомерно ли это? Десятки вопросов поступают ежедневно на сайт bb59.ru, а отвечают людям специалисты с большим багажом знаний в той или иной сфере. Любой желающий может получить информацию из уст адвоката, психолога, сотрудника прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, Росреестра, не выходя из дома. Насколько мне известно, такого проекта нет на пермских сайтах. Конечно же, это и доверие к нашему сайту, потому что люди представительные у нас отвечают. Горожане оставляют отзывы очень хорошие, большинство благодарят. Онлайн-консультации вот уже пять лет помогают людям со всего края. Бывает, пишут и из стран ближнего зарубежья, рассказывает Светлана Чемерилова. Именно она заведует сайтом на протяжении многих лет. Свежие новости, справочник предприятий, барахолка, вакансии – это сайт о жизни не только нашего города, но и всего Прикамья. Редактируем все новости, то есть, что бы ни было, официальщины обязательно, потому что очень часто присылают пресс-релизы, ну, на таком кондовом, как я говорю, официальном языке. Конечно же, мы стараемся для читателей. Если у вас остались вопросы, смело задавайте их экспертам с сайта bb59.ru. Уникальная рубрика «Онлайн-консультант» продолжает свою работу. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Сильный ветер, ночью заморозки. До лета остается всего неделя, а пока на Урале погода продолжает показывать свой характер. Когда же нам ждать стабильного тепла и яркого солнца? По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Березниках среднее значение температуры воздуха будет в районе 10 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки на почве. Самым теплым днем недели будет пятница, 26 мая. Но даже при прогнозных 15 градусах тепла придется кутаться в куртке из-за северо-западного ветра. Небо над городом периодически будут затягивать облака. В среду и пятницу возможны дожди с грозами. Следующий уикенд, по мнению метеорологов, также предстоит дождливый. Одна девушка поздно вечером увидела дверь музея открытой, зашла и очутилась в советском прошлом. Это не сценарий фантастического фильма, а история, которая произошла с нашим корреспондентом Евгенией Кокшаровой. Она, как и другие горожане, стала участницей всероссийской акции «Ночь в музее». Почем сахар у вас? 98 копеек. Килька в томатном соусе, зубной порошок и молоко в треугольниках. У этой витрины, как и в любом советском магазине, очередь. Заведующая историческим отделом музея Наталья Сабыш в этот вечер просто продавец. Тетя Наташа о своем товаре говорит без умолку. Брался сифон, откручивал вот этот патрон, в него вставлялся баллон, перед этим наливалась уже вода, сифон закручивался, и нужно было слышать небольшой щелчок. Не надо было где-то бежать эту газированную воду. А тут газированная вода с собственного производства. В советское время люди труда оценились особо, и сегодня в музее можно почувствовать себя передовиком производства. А перед тем, как попасть на доску почета и стать ударником труда, советский человек проходил ударную пионерскую школу. Достаточно непросто, но все-таки я прикоснулась к истории пионерской, хотя и пионеркой никогда не была. В эту ночь в музее, а точнее вечер, только в историках художественном побывали тысячи березняковцев. Тем более, что вход абсолютно бесплатный. Шестилетний Слава сегодня попросил папу, чтобы он сводил его во все музеи города. Вообще мне это очень нравится. Почему? Меня интересуют динозавры, энциклопедии. Это уже третий музей. Был в Уралкале, Алконос и вот этот. Забыл, как он называется. Березняковский историк о художестве. Да, понятно. Современный музей интересен всем поколениям. Здесь дети ведут археологические раскопки и конструируют город мечты из подручных материалов. Взрослые участвуют в интерактивах и викторинах и вспоминают историю родного края. Узнал сейчас экспозицию «Орла городка». Значит, посмотрел на конструкцию водок, про которым планировала переправа соли. Ну, много интересных. Давно не было музея, честно говоря. Сколько лет не были? Ну, лет 10. Музей меняется по сравнению с тем, что было в советское время, когда статичные экспозиции висели десятилетиями и ничего не менялось. Сейчас приходишь через неделю, приходишь уже за абсолютно другие экспозиции. Ночь в музее завершилась и эти двери откроются поздним вечером только через год. Правда, чтобы оценить, как сокровищница местной истории изменилась за это время, не обязательно дождаться. Следующие ночи в музей. Добро пожаловать! Хоть завтра. Правда, уже в рабочие часы. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Березняковская красотка с пышными формами Евгения Ширяева покорила Москву. Евгения доказала, настоящая красота не имеет ничего общего с модельными 90-60-90 и привезла с конкурса «Мисс Русь» весьма высокий титул. В конкурсе «Мисс Русь» сверкали своей красотой 15 девушек с аппетитным телосложением. Конкурсантки со всей России. Красота в естественном виде, без ограничений по возрасту, росту и весу. Титул «Мисс Русь» достался москвичке Екатерине Рогалес, но девушки из Пермского края тоже не лыком шиты. Виктория Лихович из Югокамского получила звание «Юная Мисс Русь». А Евгения Ширяева, за которую болели все березняки, завоевала гран-при и стала абсолютной победительницей в категории «Модели размера плюс». Самое, наверное, необычное – это была репетиция, потому что мы репетировали очень долго и два дня мы репетировали допоздна. Но все прошло очень быстро и, на удивление, легко. Евгения призналась, что после дороги больше всего мечтает выспаться, а затем будет подумывать об участии в мировом конкурсе красоток с аппетитными формами. Это были главные новости города. Выпуски нашей программы вы можете найти на сайте bb59.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. А на этом у меня все. Далее прогноз погоды. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!